Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти всё, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эва? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу тибак, и можем начинать. Воу-воу-воу. Кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Джуди, пожалуйста. Эва, она хочет запустить раннера. Ты понимаешь, о чём я? Кто мне гарантирует, что она просто подключится к записи? Я. Я тебе гарантирую. Ага, конечно. Ты помнишь наш уговор? Помоги мне последний раз. Я тебе обещаю, всё сложится. Всё будет нормально. Окей. Звоните в бак и погружаемся. Итак, друзья, всем привет. С вами Лиса. Это канал Will of Play. И именно на этом моменте мы закончили нашу прошлую серию прохождения киберпанка 2077. Будем погружаться в воспоминания. Скажем так, в виртуальную реальность. Приятного просмотра. Привет, Ви. Что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн-данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Эвелин и Джуди. Всё в порядке. Они свои. Они мне помогают освоить материал. Ага. Ну, ладно. Говори, в чём дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Поняла. Я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лёд. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви. Смотри внимательно. Нам надо узнать, где Йоренобу держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для ебли. Я угадал. Эвелин. Ей... Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончил. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Чуть через минуту. Это мы посмотрим. Мой отец замученный безидейный дед, который не любит перемены. И хоть она имеет дегулинированных... Так, давайте-ка его просканируем. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Её нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец замученный безидейный дед, который не любит перемены. И хочет жить вечно в своём маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай ещё. Сабура, безумный дед, под который потерял связь с реальностью. Он живёт в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определённых условиях. Этим нельзя пренебрегать. Слышала? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Слышу гудения. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной хернёй. Так, что-то у нас было в самом начале, судя по этой линии, сверху. Давайте перейдём на первое слое, посмотрим. Так, пока ничего не бросается. Нам надо глаза. Камера. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Её нельзя выводить... Ух, неплохо. Уровень восприятия вкуса подняли? Может, никогда и не было. Нет, только цену. Скоро будешь пить... Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Хватит. Прости, пожалуйста. Работа... Такая штука. Ничего. Я даже ещё не совсем потеряла терпение. Всё в порядке? Ты какой-то напряжённый. Ничего. Скоро пройдёт. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Всё внимание на меня. У нас остались конфеты? Так, стоп, стоп, стоп. Здесь что-то было у нас. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Подключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметила. Не забудь об этой пушке во время налета. Так, где-то что-то еще у нас есть, во всей видимости. Но пока, пока не видно. Не видно, что нам нужно отсканировать. Давайте смотреть дальше. О, блин. Я как будто сама с ним. Ви, работай. Не отвлекайся. Варуй, Кумэ. Как я скучал. Я знаю. Канзай. Пошли. Канглоп. Ага, вот здесь можно отсканировать. Планшет. То, что нужно. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип. Можно прямо почувствовать себя настоящим детективом. Да. Она еще... Я еще... О! Вот это... Тебе понравится. Вот у нас кондиционер что-то изучает. Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Условия похожи на те, что в документах, но чип тут не спрячешь. Защиты никакой, температура скачет. О! О! Что-то было на роботе. Ну-ка. Судя по виду, ты просто местный для гибли. Я угадал. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт, иначе систему не отключить. А без него никак? Не. По крайней мере, других идей у меня нет. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Полагайся, пока. Есть. Ого, Донахес. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Хех. Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить... Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Есть что-то вот там справа, но подождите, я хочу перейти на первый слой, перемотать немножко вперед. И посмотреть, где что-то мы пропустили на свое с изображением. Что это может быть? На меня. Ну, здесь, здесь как-то ничего не видно. Тут уже нету зоны покрытия у нас. Ну... 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 Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юренобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Как же, как же это последняя штуковина, которую мы не смогли найти? Ну, она, видимо, незначительная. Мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура. Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было? Мы за 20 лет не говорили. Прошу, сам, стих, 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 стих. Работа, наше. Все, внимание. Все. На меня у нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки бренд-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. А вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Я не могу. Спокойно. У меня все под контролем. Если вы проебетесь, и они придут ко мне... Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Город не любит тех, кто так делает. Давай поговорим через минуту. Ви, на секунду. Не волнуйся. Я сделаю все, чтобы тебя не подставить. Надеюсь, мы еще увидимся. По обстоятельствам. Каким? Будешь ты одна или в компании. Например, с нейтранером. Никаких ранеров. Обещаю. Пока. Пойдем, пойдем, поговорим о задании, куда нам теперь нужно. Что думаешь? Кажется, я поняла, откуда ты столько знаешь о Юре Ногу. Ну да. Мужчины в постели много болтают. Вас объединяет только секс? Бизнес. Только бизнес. Ты уверена, что Юри Ногу не ожидает от тебя подлянки? Юри Ногу ни о чем понятия не имеет. Он думает только о том, чтобы договориться с Дозором. Хотя, если даже каким-то чудом он начнет что-то подозревать, то не успеет вовремя среагировать. Ты же об этом позаботишься, правда? Неужели ты не боишься? Аросака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юри Ногу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого пойдет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Инфа про Юри Ногу, про чип, брейндансы с компеки. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, спасибо. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Боишься? Ищешь, как выйти из игры? Нет, хочу понять, что ты не блефуешь. Чтобы не вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ви, с чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда. Поверь, все под контролем. Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Ты хочешь кинуть нашего фиксера? Я знала, что тут что-то не так. Декс просто посредник. При этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Мы сделаем по углу. Ну, конечно, это очень соблазнительно, стать легендой за одну ночь. Но что-то мне подсказывает, что все пойдет опять не так, как нужно. Что думаешь? Подумаю. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Ну, и тем более, если Эвелин готова так легко кинуть Декса, то где гарантия, что она не кинет нас когда-нибудь? Как дела на фронтах, мисс Вик? Эта запись Эвелин из компеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать бюджи. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Вот так выглядит стриптиз будущего. Виртуальная. И даже девушки здесь виртуальные. Хэй, Ви, как оно? Все, намази. Встретилась клиентка и посмотрела Вирт оттуда, куда мы собрались. О, Вирт. Хорошо, хорошо. Главное, держи меня в курсе. Заходи и тоже посмотри. Давай, заходи. Куда нам там подгоняют машину? Ах. Уф. Продолжение следует... 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 Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно спит. Может, туда просто пиццу не доставляли? Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наёмников? Если о тебе не сплетничаю, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. Чёрту. Идёмте. Ой, ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кампо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Не особо-то ты разговорчивый, да? Да, эксельсиор. Конечно, наличными. Как всегда. Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что, наконец-то, вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Ха, Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос, мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркером? Вот, знаете, даже не знаю. Признаться, что она хочет кинуть его? Или пока не стоит? Стоит ли с ним ссориться? И кидать? Он такой, достаточно опасный тип. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юри-Нобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились? Или было что-то еще? Интересно, что это за вариант ответа? За него нужно заплатить четыре. Честно говоря, эта Паркер показалась мне странной. Что-то с ней не так. В один вечер она пьет шампанское с Юри-Нобу, а в другой уже братается со всеми в Лизис. Одно с другим не сходится. Я тоже заметила. Мы все тут можем сложить два и два. И если выходит пять, значит, что-то от нас ускользает. Вот для этого и нужен фиксер. Если кто-то захочет вас поиметь, на его пути окажется мой каменный зад. Что-то еще? Давайте пока не будем говорить, что она хочет его кинуть. Может быть, он тоже нас кинет. Кто знает. Я поняла, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет. Ниже некуда. Неважно. Мне нужны подробности. Деломейн высаживает вас у главного входа в компеке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Ох, у нас куча вопросов. Ну, давай по порядку. Мы едем Деломейном. Это же лучшее такси в Найт-Сити. На Адаман. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деломейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный эскин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию. Если все пойдет по плану, Деломейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутелл. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хана Конуэлл. Рамон? Пф, допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиметаки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Йори Ноба почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди. Как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнала все, что хотела. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки. Ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Давайте поторгуемся. Нам все-таки Эвелин предлагает 50%. Снесли? Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать, Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет насторожа. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? Эм, а что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Удивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну, так что, ты готова ехать? Поехали. А чего ждать? Как чего? Богатство. Богатство само по себе не придет. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я три месяца бабки собирал. Какая у них тут бюрократия? Эксельсиор. Активирован пакет Эксельсиор. Эксельсиор? Ха-ха-ха. Дело набирает обороты. Эксельсиор? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Доломейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха, ну ладно. Но вообще он, хотя армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает эксельсер? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, что ты каркаешь раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во второй поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Вот вам и такси будущего. Такси прям расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Эксельсер. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Джек, мы вообще-то идем грабить Арасаку. А ты ведешь себя, как перед вечеринкой. Чё, серьезно? Так ты обо мне думаешь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы везти вас через компэкки. Ви позвонит Джеку. Проверим синхронизацию. На всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще, Аристотель. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Доломей. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал. А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? Вперед. Здравствуйте. Погоди, я возьму болта. А так и не скажешь, что это боевая машина. Мы приехали, Бак. Еще раз. Брой на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиметаки, который представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Я не буду ничего объяснять. Ни вам, ни кому-либо еще. Мне очень жаль, но у нас есть правила. Так что все-таки придется. А, вы Хтаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? Восемнадцать часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Мет-таки из-за того, что какой-то кибер-псих взорвал себя у терминала. О, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на сорок втором этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиолог, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсыплю. А вон там слева можно покушать. 35 метров. Везде камера висят, видно, вот. Неплохой у них тут бар. Это дом углы. Они ничего не знают. Добро пожаловать в компэкки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда вместе, когда мы завершим сделку. Я туда загляну, если ты не против. Да никому я здесь не мешаю. Я еще не летал. Это по всем ударит. Все бы лошадь. Пойду лучше к себе. Погнали, погнали. 42 номер. Жить ждать не стал нас. Уехал, конечно же. Я взорвался. А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском, они врали. А ты откуда здесь? Я думала, ты уже внутри. Не в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си. Мек Вардо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Болта можно запускать? Еще минутку. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Ждем, пока он взломает. У Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, Чика. Время поджимает. У них наблюдение по всему отелю? Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм. Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юри Нобу исключение. Пинтхаус отключен от системы охраны. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть людей из домов. Из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон. Мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для милой уборщицы. А внутри еще. Простите, что прибавил работы. Бак. Есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица. Надо ее отлить. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Голопроектор, нет? Думаю, он свободен. Кто? Ну этот, красивый, богатый. Смотрит всегда так и гриво. Панель управления на террариуме. Вряд ли пригодится. Такие, как он, всегда свободны. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Но с душевым путешествуем. Да, то, что надо. Посылай туда болта. И я бы согласилась с ним спать. Даже если бы он от меня ноги вытирал. Ну давай, давай, одень. Маленький дружок. У тебя везде разводы. Устраиваем диверсию. Хорош, так. Он что, в принципе, невидимый. Они боевые так, наверное, не заметили. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Наверняка же спалят его, а? Как думаете? Ну, сто процентов. Что-то пойдет не так. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи где точка доступа к системе. А, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. Хороший резидент заменяет десять посредственных. Я отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебя отправлю, демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашла проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Так, ну-ну, где же ты, маленький? Вокон. Подключай болта к креслу. Есть, босс? Подключаем. Ну-ну-ну, быстрее, быстрее. Что ты такой медленный? Попался. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть кампэки. Можешь выйти из системы. Ну, ты как? Ничего. Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Несколько часов спустя. Почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Ярино Буарасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Хех, турист несчастный. Пойми ни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак. Вот это. Че, все время была на связи? Три с половиной часа. Эээ, слушай, насчет воебонов. Чьих воебонов? Эээ, прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужимое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты прямо оптимист. Да? А тебе что, не скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. Во всем видеть негатив, это прямо он про меня говорит. Я всегда что-нибудь подозреваю. Ну, не верю я, что все будет так просто. Ни хрена не смешно это. У императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание, сейф. Только быстро. Эй, а что за спешка? Йоринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Он там, под полом. Ищите переключатель. У нас нет времени. Ты смотри-ка, выдвигайся. Иди сюда, Вин. Может, бегу. Что дальше? Подключайся по-личному, и я посмотрю. Ясно. У них там дождь начинается. Вроде до этого нормально все было. Опа, опа, опа. Что это? Нас спалили. Спалили? Это, наверное, пусто? Давай, давай, давай. Целостность биочипа сто процентов. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда! Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Давай, 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 Джеки. Ты, конечно, толстая, но я думаю, мы поместимся. Проблема это не решила, Ди. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Господи, да мы на самом видном месте. Импосибли. Это что, Адам Смышер? Охранник? Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тссс. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Да-да-да, давайте заткнем все же. А почему такая тишина? А почему такая тишина? Только бы он не за чипом пришел. Да заткнись ты уже. Тишина. 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 Продолжение следует... 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 Когда мы его подбираем, оно не появляется в инвентаре просто. Давай, Джек, я вот тут справа на тебе. Внимание! В камбеке Плаза объявляют красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Кроме Тэцзен, проверили? Да, все чисто. Ничего странного, подозрительного. Дверь на балкон вроде как сломана. Значит, проверьте еще раз. Эй, тут камеры. А-а-а-а-а-а. Блин, нас засекли! Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Какой-то они дальнобойные у нас оружие. Но патронов больше нет. Джеки, Джеки, убей кого-нибудь. Перегрев, ребята. Опять на таранах нападают. Так, хорошо, минус один. Кто там еще есть? Супер! А мы что, старые, что ли? Патрон огня! Надо перезарядить! Ступаю в бой! Понялась! Погоди! Я перезаряжу! Я перезаряжу! Джеки, блин, ты можешь хоть кого-нибудь убить, ма? Хороший выстрел! Как-то по нему урон не наносится вообще. Уронированные стекла. Вот же уроны. Огонь! Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Несем большие потери! Сейчас рванет! Мне кажется, у тебя там задержка. Пин, по сути, она урванова уже до этого. Чего ты тут спрятаешь? Айчин, Гатуматры! Заблокирован! Второй тоже! Эй, алло! Ты где там? Орале! Надо как-то прорваться! Перезаряжают! Объявлен страшный уровень опасности. Перезаряжают! Перезаряжают! Получение! Перезаряжают! Перезаряжают! у него универсальный пропуск что 50 лет Джилл. А сегодня... Именно сегодня. Финита, блин, комедия. По-твоему, это смешно? Да, смешно. Наверное, печень накрылась. Доигрался. Ты не грусти, Ви. Мы выпилимся. Да, ты так в этом уверен? Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все... Сейчас начнется. Слышь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дамажит, идет перегрев О, нихрена себе! Ну давай, я уже в лифте, ты-то что стоишь? Парада открылась. Я тебя прикончу! Огонь! Джек, нам, мы в жопе, а ты понимаешь? По одному, по одному, давайте! Соломей! Козун! Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо! Отзыв клиента учтен! Как дела у машины? Отлично! Но, к сожалению, за нами погоня! Ёбаный насохран! Мы посмотрим, что у нас за чудо-такси! Автомобиль замечен воздушным судном противника! Я разберусь! О, вздробаша-то, конечно, я там не стреляю во мне! Ага! О, нет! Как эти говно едут? Они уймутся! А, ну нормально, сели в машину, у нас так у нас бесконечные патроны сразу появились! Зашелись! Возвращай его на критическом состоянии! Вези на скриперу прямо сейчас! Приношу извинения, но это невозможно! Маршрут поездки был определен и оплачен заранее! Я не имею права его менять! Срать на твои права! Делай, что я говорю! Ничего не... Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэлкса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мистией, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мистия. Она знала. Она все знала. Узнала. Мистия, не потеряй ради меня. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Эксельсиор гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо, как пожелаете. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. До встречи в высшей лиге, Джеки. Мы только начали играть, можно сказать, и уже его потеряли. Ты кто такой? Ты из Мортал Кунта? Все. Все. Продолжение следует... Продолжение следует... Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где Чип? Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая. Сабура Арасака мёртв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно! Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще, вас никто не просил его убивать. Это были не мы! Да ну! Так и скажи, Арасаки, когда за тобой придут! Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Это я. Это я. Приведи себя в порядке. О, ПОТЕЛЬНОЕ ВОЗГЛАИНЫЕ 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 Я знала, что этому хрену нельзя доверять Как ты говнюк, а? Субтитры сделал DimaTorzok